Когда собака Билли отказалась рожать, он понял, что должен что-то предпринять. Он немедленно позвонил местному ветеринару, который не знал, с чем столкнулся. Он никогда раньше не видел ничего подобного. Собака не хотела рожать. В чём может быть причина? Когда он делал… Узито увидел, это ветеринар возвращается в приёмную через 10 минут. Без своей беременной собаки. Прежде чем он успел даже спросить, где она была, когда она была, ветеринар сообщил ему, что он только что вызвал полицию и что они уже в пути. Мы все знаем, что когда задействована полиция, это означает серьёзное дело. Эта собака нуждалась в особой помощи не только от ветеринара. Этой собаке требовалась операция, так как в её желудке явно происходило что-то странное. Это может быть даже ситуация жизни или смерти, которая, как мы все знаем, добром не заканчивается, если это что-то тревожное. Когда полиция наконец прибыла, они помогли ветеринару усыпить теперь уже почти безжизненную беременную собаку. Ветеринару нужны были полномочия, чтобы принять меры, поскольку это уже было вне его контроля. Но полиция помогла не только ветеринару, они также пришли к Билли. «Сэр, нам нужно, чтобы вы пошли с нами, это важно». Билли был контужен. Что он сделал не так? Чтобы иметь возможность разобраться в ситуации, Билли объяснил ветеринару, как его собака забеременела. Всё началось почти год назад. Билли и его семья действительно хотели вторую собаку. И так как он очень любил свою собаку, которую звали Алисия, он решил убедиться, что Алисия сможет родить новую собаку. Но это было нелегко. Они прошли через множество трудностей. Молодая семья недавно потеряла дорогого члена семьи, который был частью семьи в течение 11 лет, их домашнего любимца Рио. Рио был не просто домашним животным, но и давним членом семьи. Видите ли, Рио был первым другом, которого приобрёл Билли, когда убежал из дома в 16 лет. Рио был особой частью их семейной жизни. Он был очень близок с их маленьким сыном Тимом. Теперь, когда Рио ушёл, стало ясно, что всё уже не так, как прежде. Семья была явно опечалена. Поэтому они решили завести нового питомца. Молодая пара находилась в соседнем маленьком городе и не ожидала увидеть большой выбор. Они оказались правы. Служащий приюта объяснил, что у них на содержании всего пять собак, и только две из них были щенками. Однако одна собака, в частности, сразу же привлекла их внимание. Это был один из щенков. И когда маленький Тим воскликнул, стало ясно, что у маленького мальчика возникла та же мысль, что и у его матери. Щенок был похож на терьера, или, по крайней мере, на одного из его родителей, который был терьером. Однако самым завораживающим в этом животном были его глаза. Собака была робкой и улыбалась, держась на расстоянии. Это было не похоже на других собак, которые танцевали и прыгали в надежде привлечь хоть немного внимания. Вместо этого маленький щенок настороженно уставился на дверь. Сотрудник приюта объяснил, что собака была оставлена у их двери накануне вечером и всё ещё знакомилась с помещением. Более того, поскольку он был совсем новым и у него не было документов, удостоверяющих личность, они очень мало знали о щенке, кроме того факта, что у него не было чипов. Сотрудник заявил, что обычно приют не отпускает животных без предварительной проверки их личности. Однако это был маленький городок и ещё меньший приют, в котором уже много месяцев не было усыновления. Этот факт заставил сотрудников заявить, что они сделают исключение для молодой семьи. Пара была вне себя от радости и направилась подписывать необходимые документы. И, наконец, молодая семья возвращалась домой со своим новым домашним питомцем. Все были взволнованы, больше всего Тим, у которого теперь появился новый лучший друг. К сожалению, это чувство не будет вечным для семьи. Казалось, всё встало на свои места. Билли был удивлён, это действительно сработало, и их собака забеременела. Он был вне себя от радости. Он сомневался, что всё было законно в отношении этого человека и его методов. Поэтому, когда его собака отказалась рожать, он решил отвезти её к местному ветеринару. Вот тогда-то и начались все неприятности. План состоял в том, чтобы Билли пошёл один. Он, скорее всего, какое-то время пробудет в комнате ожидания. Учитывая всё происходящее, ожидалось, что его собака просто отпустит его и родит, но этого не произошло. Он ничего такого не думал, это был бы просто обычный осмотр. Или так оно и было. Ему просто нужно было сделать УЗИ, чтобы определить, что происходит с Алисией. Он сказал Билли, чтобы тот не волновался. Потом всё изменилось. Во время проведения УЗИ тон ветеринара изменился. Постепенно он перешёл от оптимистичного к пессимистичному. Билли заметил это, но побоялся, что отвлечёт ветеринара. Позже он пожалел, что не спросил её раньше. Через несколько мгновений ветеринар сам вошёл в приёмную. Ветеринар забрал Алисию, быстро осмотрел Терьера, а затем отвёл его в свой кабинет. Билли был сбит с толку, так как ожидал, что они присоединятся к нему в офисе, чтобы отвлечь её, пока он будет делать кое-какие тесты. Билли с нетерпением ждал возвращения ветеринара, что тот и сделал 10 минут спустя. Но с ним не было Алисии. Прежде чем они успевают задать какие-либо вопросы, ветеринар отводит Билли в другую комнату. Здесь он начинает объяснять ситуацию. Он говорит Билли, что сообщил в полицию, что они скоро будут здесь, чтобы забрать Алисию. Билли и Эрика были поставлены этим в тупик. Офицер полиции сказал, «Сэр, вы должны пройти с нами. Мы должны задать вам несколько вопросов». Билли этого не понимал. Почему они хотели допросить его? Он не сделал ничего плохого. Но поскольку ему нечего было скрывать, он решил ответить на вопросы, чтобы избежать ещё больших страданий. Сначала полиция задавала простые вопросы. Билли должен был подтвердить, что он действительно тот парень, у которого они брали интервью. И он также должен был подтвердить, что Алисия была его собакой. Но следующие вопросы были более подробными. Что показалось Билли странным? Почему они хотели знать такие вещи? Они спросили, как вообще его собака забеременела. Итак, Билли ответил, что он связался с экспертом, который мог бы помочь ему в этом. Он также добавил, что проверил биографию эксперта, чтобы убедиться, что всё, что он делал, было законным. Происходило что-то подозрительное, и власти хотели разобраться в этом. Билли даже показал свои источники полиции, чтобы убедиться, что они знают, что то, что он делал, было закона. Полиция поняла Бена и признала, что всё это было закона, но что им всё ещё нужна от него дополнительная информация. Полицейский достал из своей сумки что-то, чего Билли никак не ожидал. У полицейского были разные снимки потенциальных преступников. Они спросили Билли, может ли он опознать кого-нибудь по фотографиям. Билли был контужен. Просмотрев множество фотографий, он увидел знакомое лицо. Именно лицо эксперта помогло ему сделать Алисию беременной. Но почему он был подозреваемым? Насколько Билли знал, он не совершил ничего криминального. Билли волновался всё больше и больше, что этот человек сделал со своей собакой. Было ли это как-то связано с тем фактом, что Фелиция не смогла нормально родить? Вскоре после этого полиция объяснила ситуацию. Этот человек не был экспертом, когда дело касалось собак. Но у него также была история криминальной медицинской деятельности. Полиция уже разыскивала его и уведомила ветеринаров, потому что он, как правило, тестировал новые методы лечения на разных видах животных. Но что именно он сделал с Алисией? В этот момент они услышали громкий шум из операционной. Мы справились. Полиция и Билли быстро направились в операционную, чтобы выяснить, что происходит. Потом они увидели ветеринара с чем-то в руке. Что, чёрт возьми, это было? Ветеринар заметил две странные вещи на УЗИ, и одной из них был медицинский чип в животе Алисии. Когда ветеринар увидел это, он понял, что должен вызвать полицию благодаря их общению. Полиция искала этот чип, так как он был незаконно изготовлен экспертом, который помогал Билли. Чтобы удалить чип и отследить его до эксперта, полиция помогла ветеринару с операцией. Они не только удалили чип, но и были рады помочь родить нового маленького щенка. И это был не просто обычный щенок. Второе, что ветеринар заметил на УЗИ, было то, что этот щенок был редким экземпляром, который потенциально мог стоить кучу денег. Когда операция была сделана, и Алисия родила своего щенка, ветеринар не мог поверить своим глазам. Это было причиной, по которой они искали эксперта. Он делал это с собаками, чтобы вывести специальных собак. Чип был установлен для отслеживания собак, чтобы в конечном итоге украсть щенков у владельцев и заработать кучу денег. Благодаря Билли им удалось извлечь чип, не повредив его. И таким образом им удалось найти эксперта. Они сделали это, используя точно такое же устройство, которое он использовал бы для выслеживания собак. Он попробовал на вкус своё собственное лекарство. Ветеринар спросил, что Билли хочет сделать со щенком. Он был действительно здоров. По данным полиции, Билли не нарушал никаких законов, сохраняя этот образец. Ему также разрешили продать собаку, поскольку он был владельцем Лего. Это был действительно редкий экземпляр, которого он никогда раньше не видел. Ветеринар сказал Билли, что шанс на то, что это произойдёт, один на миллион. Этот щенок мог стоить кучу денег, но у Билли на уме было только одно. Он хотел оставить себе своего нового щенка, которого назвал Мерфи. После того, как они прошли через всё это, он понял, что у него с этой собакой особая связь, которую он никогда не разорвёт. После всего случившегося, полиция также смогла разыскать эксперта и посадить его за решётку. Так что, в конце концов, Билли и его семья могли бы счастливо жить вместе со своими собаками. Дорогие зрители, если вам понравился данный видеоролик, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok